Во мне борются две стороны, одна радеет за государство сильное, которое весь мир уважает и боится, другая радеет за народ, которого это государство не слышит. В моем краю люди живут все хуже и хуже, а СМИ твердят обратное. Быть патриотом процветающей страны, где мои люди живут все хуже и хуже, не могу. Быть патриотом своей страны, где люди живут все лучше и лучше, и каждый дурак сможет. Какой же вы патриот тогда? Поддерживать народ и ненавидеть власти. Так век себе не прощу. Что делать? Любить свою страну, любить свой народ. Сейчас трудные времена, потерпим, ничего страшного. Нужно любить свое государство даже в то время, когда оно слабое, когда оно всеми презираемое, в том числе и власть имущими, когда в нем ужас. Вот тогда надо любить ее. Особенно тогда наше Отечество нуждается в нас, в нашей любви. Это как подобно тому, как, скажем, если бы у вас были родители, которые заботятся о вас, дали бы вам кучу денег, миллионы долларов на счетах и прекрасное образование, вообще вы купались бы в деньгах. Чего бы таких родителей не любить? Но если у вас родители бедные люди, которые еще и пьют, и иногда в неприглядном виде там где-то, и за ними нужно еще что-то прикрывать их грехи, вот попробуй таких родителей любить. Мне кажется, патриотизм – это как раз и есть любовь к своей родине, к своему Отечеству, какое бы оно ни было. Народ, которого государство не слышит. Ну, в принципе, не знаю, мне, наверное, больше нечего добавить. Я, конечно, тоже не слепой, все вижу, прекрасно все понимаю. Ну, а когда было легко? Всегда было трудно. Спасибо. Спасибо.